Денис Николаевич, добрый день. Да, здрасте. Особенно приятно вас видеть не через экран монитора, а вживую на очередной встрече. Сейчас раскрою небольшую коммерческую тайну. Согласно анонимным опросам, вы один из самых любимых и просматривая наших спикеров. Я уже пикантно запунцевил. Скажите, пожалуйста, подыме COVID-19, два года, министерский персонал работает на изневожение. Была ли какая-то положительная динамика? Смотрите, положительная динамика, касающаяся именно пациентов, но она сейчас есть, но неизвестно, это положительная динамика просто естественная синусоида в заболеваемости или все-таки дали какие-то результаты, проведенная, ну, хоть минимальная, но вакцинация и все-таки какие-то карантинные мероприятия. Мне кажется, что все-таки это естественная синусоида. Нас впереди ждет вспышка дельты, в отличие от стран, которые провели вакцинацию на очень высоком уровне. К сожалению, у нас будет, как мне кажется, количество госпитализаций гораздо выше, потому что, если, например, сравнить с Великобританией, с Израилем, у них очень высокий рост именно заболеваемости, но госпитализация осталась достаточно небольшой. То есть в Великобритании, например, суточные пики госпитализации где-то 20% от февральского. И вообще небольшое количество пациентов находится именно в реанимациях, а те, которые в реанимациях, это там в подавляющей большинстве те, которые отказывались от вакцинации. Как будет это влиять на ситуацию с нашими коллегами дальше, сложно сказать. В Израиле уже израильские коллеги записали такое обращение одно к антиваксам, где они сказали, что мы не понимаем вас, мы боролись за вас год, не выходили из больниц, у вас были все шансы быть вакцинированными, вы в какой-то причине отказались, поставили в опасность и себя, и своих близких. Конечно, мы будем выполнять свой профессиональный долг, но это будет без симпатии к вам. Что будет у нас, трудно мне сказать. С другой стороны, знаете, как всегда, нет хода без добра. Но, как мне показалось, именно вот этот COVID-19, необходимость получения новых знаний, при этом невозможность определенный промежуток времени получать знания в оффлайновых курсах, дал очень большой толчок для онлайн-платформ. И на сегодняшний день, мне кажется, что такой результативности онлайн-платформ, которая возникла за последний год-полтора, не было никогда. Поэтому, сложно сказать, знаете, иногда мне кажется, что если бы COVID-19 не было на самом деле, бы стоило придумать, чтобы обратить внимание общества на здравоохранение. Потому что и в больницах начались изменения, и начались покупки оборудования, и какой-то вопрос поднялся зарплат, там, и положение врача в обществе все-таки немного изменилось. Поэтому такое, все очень неоднозначно, произошло так, как произошло, готовы ли врачи. Думаю, что уже нет той паники, которая была в прошлом году, уже примерно, как бы, более-менее понятностью становится, поэтому посмотрим, что будет. Очень важный месседж. Скажите, пожалуйста, вы только что провели мастер-класс. Расскажите, пожалуйста, двух слов. Это был мастер-класс по курсу ЕПАЛС, European Pediatric Advanced Life Support. Это презентация курса Европейского совета по реанимации. Это международно признанный курс, который, кстати, признается и Министерством здравоохранения Украины. Он относится к адвансным курсам, которые принимаются во всем мире. Этот курс синхронизирован с Американской ассоциацией кардиологов через Международный согласительный комитет Улькор. МОС принимает этот курс как постдипломное образование, 50 баллов постдипломного обучения. И, как бы, мне... Это курс, который мне нравится больше всех остальных из всех курсов ЕРСИ, потому что на нем наибольший упор – это предотвращение внезапной сердечной смерти и оказание помощи при неотложенных состояниях у детей. И, поскольку дети до 18 лет, то, в общем-то, он, может быть, и у взрослых применен тоже. И это были именно рекомендации 2021 года с последними изменениями. Прямо сейчас идет подобный курс по ILS – Advanced Life Support у взрослых, именно внутригоспитальная внезапная сердечная смерть. Спасибо, отлично. Black Sea Pearl 2021. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...